Всем привет! Вы на канале Toy House. Здесь лучшие обзоры для кого? Для вас, для самых лучших людей. И сегодня у нас будет на обзоре интересная модель. Какая сейчас? Прям секундочку. Это будет вот такой вот обалденный УАЗ 469 от Автопанорамы. И эту модель не обязательно покупать. Ее можно выиграть на официальной странице Автопанорамы ВК. Я ссылочку оставлю в описании. Ребята, там надо просто подписаться. В общем, все условия о розыгрыше данной модели найдете там. Ну что ж, модель у нас идет вот в такой вот большой коробке. Масштаб, кстати, 1.24. А кто не видел обзор на вот этот Largus, добро пожаловать на мой канал в Рутуб. Там этот обзор уже и есть. Можете посмотреть. Так, данная моделька у нас серия не указана какая, в принципе. В общем, выполнена из металла. Открываются у нее двери, багажник. Ну, в общем, по-моему, есть свет и звук. В общем, все посмотрим с вами. Кстати, открыть, я смотрю, можно. По-моему, света и звука нет у данной модели. Ну, вот так сейчас вскроем сразу. Потому что модель идет в блистере пластиковом, и ее откручивать не надо будет. И, кстати, все это дело сделано, видите, по-моему, официальная лицензия, да? Лицензионная модель. Достаем. Ух ты! Вот это красота, реально. Очень красивенько. Достаем. Такой АСМР опять видео вам. Модель, ребята, я ошибся, будет со светом и звуком идти. Потому что у нас здесь... Хоп! Ну и давайте сразу нижнюю часть вам покажу. Здесь кнопка включения есть. Отсек для батареек. Отсек для батареек, да, вот здесь вот он. За карданным валом спрятался. И вот защитная фишка держит батарейки. Мы ее сейчас сразу снимем. Уберем. Есть инерционный механизм. Резиновая покрышка, сразу могу отметить на колесе. И имитация литого диска. Ну что ж, давайте смотреть переднюю часть данного УАЗика. Выглядит вот так вот она. Ух ты! Шикарно! Здесь оптика вся пластиковая идет. Габаритные поворотники пластиковые идут. Фонари. Фары, вернее, передние пластиковые идут. Противотуманные фары пластиковые идут. Значок автоваза... Извиняюсь, УАЗа присутствует здесь. Видите, его видно. На номере у нас УАЗ 469. Здесь новый такой бампер. Обычно такие бампера используют на различных тюнинг-моделях, да, которые там по грязи лазят. Вот такой вот обвес, они такие стальные бампера идут. Не знаю, сами их варят, не сами. Ну, в общем, здесь тоже это все дело уместно. Смотрится очень красиво. Капот у данной модели сейчас открывается. Капот. Заглянем? Давайте. Давайте заглянем. Вот такой вот хромированный двигатель. Тоже очень красивенько выглядит. Можно рассмотреть воздушный фильтр. Вижу аккумулятор даже с ручкой. Ну, при желании здесь можно все окрасить, как вам нравится, да, в различные цвета и все. Масляный... Клапан, не клапан, крышка. До оливки масла, вот она идет, видно ее. То есть, как бы здесь, ну, нормально сделано, отлично. И закрывается так плавненько. Ну-ка, а звук будет закрытие. Вот. Дворники сделаны вместе с лобовым стеклом. Здесь у нас, кстати, тоже металл. Полностью модель металлическая. Вот эти вот дуги идут у нас пластиковые. И на них, посмотрите, также есть противотуманные фары, но дополнительный свет такой. Очень симпатично все это выглядит. Салон у нас в сером цвете. Открываются двери. Вот так вот выглядит приборная панель, торпеда. Ну, в принципе, у УАЗа ничего такого сверхъестественного и нету. Поэтому здесь все как бы... Как и должно быть. Маленькая ручка переключения коробки передач, конечно. Нет второго рычага для подключения, так сказать, полного привода. В общем, а может и у УАЗа и нет. Может, это только в Ниве. Вот в Ниве я знаю точно есть, а в УАЗе, не знаю. По-моему, должно быть здесь две ручки. Хотя, если это современная модель, уже в современных УАЗиках идет шайба. Просто переключаем шайбы. Задние двери у нас не открываются. Дверные карты присутствуют. Вот они из пластика сделаны. Все пороги, соответственно, у нас, конечно же, окрашены. Есть небольшой такой рейлинг здесь снизу, типа ступеньки. В общем, в целом, очень симпатичная модель получилась. На задней части у нас оптика также пластиковая, в оранжевом цвете. Ну, хотя он, в принципе, красноватый. Больше красноту. Открывается у нас дверь к багажнику. И вот такой вот багажник. Хотя можно и так его посмотреть, да? В целом. Так. Ну, очень-очень неплохо, интересненько все это дело сделано. Ну-ка. Отгоняем. Оп. Все едет, все работает. В целом, ничего под нищу здесь не мешает, видите? Особо выпирающих элементов нету. И далее. Далее мы переходим, давайте, к светозвуковым эффектам. Посмотрим, что у нас здесь интересненького будет. Ну, давайте откроем сначала дверь. Ничего. Давайте другую. Оп. Звук сигнала происходит и горят у нас, соответственно, только передние фары. Давайте еще раз вот эту. На эту нету срабатывания. Не срабатывает с этой двери. Ну, может, это что-то у меня, не знаю, не получается. Но, мне кажется, должна на эту дверь тоже срабатывать. Зеркала здесь идут, кстати, вместе с дверями. Они сделаны из металла. Итак, попробуем нажать на колеса тогда. Завелся. Также у нас, видите, горят передние фары. Еще раз. Звук тормозов. И еще раз. Два звука, получается. Два звука у нас, получается, при нажатии на колеса. И один звук, получается, при открытии двери. Но должен... О! Вот и здесь активировалось. Видите, я же говорю. О! И закрыли, и открыли. И все у нас, как бы, это... Заработало. Ну, смотрите. Какая-то есть, наверное, ну, что-то надо сделать. Какие-то манипуляции, чтобы это активировать. Да, все работает. А может, в руках? В руках, смотрите. В руках не срабатывает почему-то. Вот так. Только еще раз. Все. Ну, не знаю, в чем здесь фишка. В общем, звуки мы, в принципе, с вами послушали. Модель четкая, достойная, в черном таком цвете. Очень красивая. Немножечко можно, если хотите, затюнить, там что-то сделать по-своему. Но, в целом, модель вот такая. Можно ее, еще раз повторюсь, выиграть на официальной странице ВК Автопанорама. Ссылочки я все оставлю в описании. Поэтому заходите, участвуйте, выигрывайте. Все. Вот такой вот сегодня видос. Если вам понравился, с вас лайкос, с меня видос. Всем, короче, до свидос. Субтитры сделал DimaTorzok